Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки, мы в Таиланде. Я приветствую вас всех на канале Кулинариус, и мы продолжаем знакомство с экзотическими фруктами этого региона. Итак, сегодня у нас на повестке дня фрукт, который называется Ланган. Первый раз приехал в Таиланд несколько лет назад, попробовал другие фрукты, зайдя в супермаркет, я увидел его, смотрю и говорю, «Ловите-ка, картоха!» Картоха продается в фруктовом отделе. Действительно, вот эта штука похожа на гроздь в картофеле, но нифига. На самом деле, мякоть этой картохи внутри похожа на такие тайские фрукты, как рамбутан или личи, и на наш виноград без косточки. Представляете, вот без косточки, без кожуры. Представляете, большую виноградину, спелую, из которой счистили кожуру. Вот именно это то самое. Очищается он очень легко. Поддеваете кожуру ногтями, она достаточно мягкая, можно надрезать ножом. И счищаете. Вот таким образом. Внутри мякоть поделена на дольки. Как мандаринка, только белая. И не обращайте внимания, пальцы у меня вот такие ярко-желтого цвета. Я просто вчера готовил кари с куркумой со свежей. И пальцы мои окрасились в ярко-желтый цвет. В следующем видео я обязательно сделаю обзор на свежую куркуму. Мне кажется, будет очень интересно. Она очень вкусная, полезная штука. Но вернемся к лангану. Парочку штук я для себя очищу. Попробую. Расскажу вам, что же это такое на вкус. И все будем расслабляться. Делится на дольки очень ярком. Вкус безалкогольного фруктового адекалона. Легкий такой, легкий такой. Он в рейли. Да? Похоже действительно на фруктовый адекалон. Но такой прям чуть сладко-гвоздичный. Прям удивительно. Я не могу сейчас в своей памяти восстановить какую-то аналогию. Провести какую-то линию с нашими фруктами. Наверное, ее нет. Но вот что-то такое очень концентрированное. Причем пальцы мои. Вот того, что я очищал ланган руками. Стали липкие. В нем очень много вяжущих веществ. Наверное, это будет интересно людям, которые зациклены на своем здоровье. Вероятно, в лангане существует огромное количество чего-то очень полезного. Мне так кажется. Я всегда пробую продукт. Прямо почему-то ощущаю, что он полезен для меня. Он такой вкусный. Значит, он полезен. Вот эта пленочка, которая находится под кожурой, если она остается, счищайте ее, пожалуйста. Потому что она слегка вяжет и чуть-чуть горчит. Для любителей грейпфрута это будет даже вкусно. Косточки, как и практически во всех экзотических тайских фруктах вот этого вида. Внутри достаточно большая. Кушать ее не надо. Она несъедобная. Просто выплевываете, выбрасываете, идете по улице, в руку. Видите где-нибудь мусорное ведро? Кстати, здесь достаточно чистая улица, поэтому не бросайте ничего на улице. Вы попили водичку, например, если в той же Индии. Или даже в том же Египте. Местные жители такие свиноватые чуть-чуть, все из машины выбрасывают. Здесь, пожалуйста, не бросайте. Люди действительно ухаживают за своей территорией. Поэтому уважайте местные традиции. Людям будет приятно, если вы не будете мусорить на их территории. Итак, значит, собрали мусор в пакетик какой-то, в кулачок, идете, наслаждаетесь по улице, смотрится там вывеска «Тайский массаж». Обязательно заходите смело. Цены варьируются в разных салонах от 150 до 300 бат за час массажа. Испробуйте разные салоны. Там написано «Тайский массаж», «Массаж ног». Не бойтесь, смело ничего похабного и непривычного вам не предложат. То есть, разомнув все ваше тело до экстаза. Мне, например, в прошлый раз попался массажист такой гигантский бульдозер тайский с огромными ручищами. Я увидел, когда ее испугался, думаю, о, господи, все, меня сейчас здесь искалечат, закопают, страховка моя действовать не будет, меня увезут домой со сломанной ключицей. Нет, оказалось, совершенно, такой достаточно профессиональный мастер оказалось с такой хваткой. Мне сначала было где-то больно там в лодыжках. А потом, когда я вышел, понял, что вау, действительно, чем жестче, тем потом приятнее от этого отходить. Все мышцы размялись, расслабились. Я вот, то есть, после этого сеанса массажа уже там второй день просто кайфую. У меня все расслаблено, я получаю удовольствие. Поэтому, друзья мои, получайте полное удовольствие от путешествий. Выходите из отеля, уезжайте подальше. Берите мопед, берите, там, не знаю, можете на тук-туке путешествовать, заходите на все рынки, пробуйте. Сначала некоторые продукты, некоторые блюда пробуйте с осторожностью, естественно, да, они могут оказаться в вашем кишечнике, в вашей пищеварительной системе слишком амбитивными, яркими, острыми. И, может быть, поступить легкое какое-то расстройство. Но постепенно въезжайте к третьему дню вашего путешествия, вы будете, ну, если не настоящим, то практически, вот, 90% путешественником, не боящимся им ничего. Поэтому, вот, этот фрукт я вам очень рекомендую, пойду помою ручки, пожираю очень липко. Ну, а я прощаюсь с вами, подписывайтесь на канал Кулинарио, ставьте свои лайки, дизлайки, пишите комментарии, вопросы, кому будет интересно, кто отправляется в путешествие первый раз, кто-то еще что-то, может быть, не видел. Я смогу ответить практически на любые вопросы, благо, опыта путешествий хватает. Поэтому, друзья мои, до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»